Некоторые к такому заболеванию, как грипп, относятся несерьезно. Но этот вирус может привести к тяжелым осложнениям, а иногда даже и смерти. Лучшей защитой от гриппа на сегодняшний день считается ежегодная вакцинация. Вакцинация от гриппа проводится ежегодно. Население иммунизируется в рамках национального календаря прививок. Вакцина выделяется государством. То есть прививку определенные контингенты, которые входят в календарь нацепрививок, могут сделать бесплатно. Это дети до 14 лет, школьники, то есть дети до школьных учреждений прививаются, дети, которые неорганизованы в возрасте до 6 месяцев, тоже показаны прививкой, беременные женщины, работники школ, медицинских организаций, сферы обслуживания и лица старше 60 лет с хроническими, соматическими заболеваниями. Учеными доказано, что вакцинация действительно дает положительные результаты. И, как считают специалисты, сейчас самое благоприятное время для этой прививки. Иммунизация идет активно. По области прошлый год охват населения, входящего в рамки национального календаря, плюс 10 тысяч было привито за счет средств работы дателей, составил почти 29%. 28,8%, то есть мы выходили практически на уровень показателей Российской Федерации. Это было привито 310 тысяч человек, включая 100 тысяч детей вошло в эту цифру. В этом году чуть больше был взят план. Сейчас вот планируется привить в этом сезоне 325 тысяч человек. Из них 109 тысяч детей, тысячу беременных женщин. Иммунизация идет активно. Дети практически привиты полностью. Вот эти 109 тысяч, которые были запланированы на иммунизацию, план выполнен. Прививку рекомендуется делать, когда человек здоров. Конечно, вакцина, как и у любого медицинского препарата, есть противопоказания. Но их немного. Вакцина Гриппол, то там идет противопоказание аллергии к яичному белку, если у человека не приносим с яичного белка. Любое же острое заболевание, которое сопровождается подъемом температуры, респираторными явлениями, также будет являться временным медотводом от проведения прививки. И хронические заболевания в фазе обострения также являются временным противопоказанием для проведения вакцинации. То есть нужно будет выдержать 2-3 недели. Наш опрос показал, что большинство жителей нашего города относятся положительно к прививке против гриппа и понимают ее важность. Прививки, я их не люблю, но их делать надо. Они для здоровья полезны. Помогают бороться с простудными заболеваниями, я так понимаю. Надо прививать, во-первых, детей, обезопасить их от всех заболеваний. Я считаю, что родители должны, это их обязанность, защитить детей от гриппа. Надеюсь, что она все-таки защищает каким-то образом. Профилактику, я думаю, и в дальнейшем будут защищать нас от простуд, от всяческих. Я думаю, это нужно. Конечно, важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, принимать витамины. Занятия спортом тоже укрепят здоровье. А вот места массового скопления людей лучше избегать. А если все-таки заболели, не стоит идти на работу. Сначала нужно полностью поправиться.